Всем огромный привет, дорогие подписчики, гости моего канала. Вы на канале Ольга Новороска. И снова поговорим о пенсиях. Вкратце, потому что задают очень много вопросов. Заранее говорю, что это видео интересно только для тех, кто собирается переехать в Россию из ближайших стран СНГ, или кто уже переехал и собирается подавать на пенсию. И стаж у вас идёт другой страны и, допустим, стаж России. Я подавала на пенсию в 22-м году. Мне в пенсии отказали, потому что не хватает стажа российского, не хватает баллов. И в связи с этим я стала изучать всё, что связано с пенсиями. Познакомилась с юристами, вступила в разные группы. Я сама не юрист, я консультации по пенсиям не даю, потому что многие мне пишут, вот это мне расскажите, вот это проконсультируйте. Идите конкретно к юристам, но не общего профиля, а именно тем, которые занимаются пенсионными делами. И у них, конечно, все эти вопросы спрашивайте, узнавайте. Вот, значит, что я могу сказать вам точно, то, что я изучала. Если вы переезжаете в Россию, допустим, к своим детям уже в возрасте таком за 70, то у вас большой стаж, я думаю, есть до 92-го года, до 1992-го года. Если вы переводите пенсию с одной стороны в другую страну, и у вас хватает стажа 15 лет до 1092-го года, то вы пенсию в России будете получать. То есть без всяких подтверждений, без всяких справок. Если у вас стаж в трудовой книжке до 1992-го года, то вам пенсию начисляют, если больше 15 лет стаж. То есть сейчас, чтобы выйти на пенсию, нужно 15 лет стажа, коэффициент, по-моему, сейчас 28,2. В общем, скоро будет коэффициент 30. И вот это основные критерии, чтобы хватило коэффициента и хватило стажа. Дальше. Если у вас хватает стажа 15 лет, и вы работали до 2002-го года, то вы всё-таки можете добиться пенсии, но только через суд. То есть все в основном подают документ в пенсионный фонд. В пенсионном фонде в течение трёх месяцев говорят, будем отправлять запросы. Кому-то везёт, приходят запросы, допустим, из Казахстана, так как я из Казахстана. Приходят запросы, подтверждающие, что да, вы работали. Приходят справки о зарплате. И после этого вам начисляют пенсию. Но есть пенсионные фонды, которые даже когда приходит ответ из Казахстана, они говорят неправильный формуляр, то есть не в той форме прислали. И опять идёт отказ. Тогда у вас только одна дорога в суд. И через суд вы можете подтвердить свой стаж. И вам начислят ИПК до 2002-го года. А в других старых видео я об этом рассказывала. Но так как увеличивается количество подписчиков, и эта тема такая прям злободневная, я некоторые вопросы повторю. Поэтому не говорите, что вы всё время говорите об одном и том же. Итак, какие вопросы задают? У меня есть трудовая. В трудовой стаж 35 лет. Это что мне получается? Пенсию не начислят, что ли? Неужели надо справки какие-то подтверждающие? Да, справки подтверждающие нужны обязательно после 1992-го года. Если у вас есть справки, что вы работали, если у вас есть справка о зарплате, прям помесячно, то тогда пенсионный фонд может начислить. Если всё-таки их не устроит форма этой справки, то только через суд. В суде рассматриваются любые формы справок. Даже если вы распечатаете свои пенсионные отчисления дома на принтере без печати, но там будет как раз штрих-код этого цона, всё это, эта справка для суда тоже подойдёт. В общем, получается, что до 2021-го года через суд вы можете свой стаж подтвердить. Только стаж, если у вас есть пенсионные отчисления, и вы берёте вот эту справку в ЦОНИ о всех своих пенсионных отчислениях. А коэффициент вы можете получить только до 2002-го года. В основном в среднем коэффициент начисляется по средней заработной плате того времени. И где-то чаще всего по суду назначают единицу за год казахстанского стажа. Но если у вас была более высокая зарплата, то могут назначить там 1,2. И тогда вы сможете, если ИПК у вас достаточно, через суд добиться российской пенсии. Но пенсия казахстанская и пенсия российская очень сильно отличаются по деньгам. То есть в среднем сейчас, если переводить на российские деньги, те, которые живут в Казахстане по виду нажительства, получают от 25 до 30 тысяч рублей, если они переводят тенге на рубли. Но многим, конечно же, это проблематично. То есть они уехали, их там дети забрали. Никого не осталось в этом городе. И хочешь, не хочешь, приходится уже полностью переводиться на российскую пенсию и получать российскую пенсию. И они теряют по деньгам. Но потом идут каждый год какие-то добавки, индексации. Там за возраст после 80 лет добавляется. Еще там каждый год индексация. И пенсия постепенно увеличивается. Поэтому все зависимости от ваших, ну как, возможностей. Хотите, получайте, продолжайте казахстанскую пенсию. Хотите, переоформляйте на российскую пенсию. Самое главное, когда вы уезжаете, если вы уезжаете еще не в пенсионном возрасте, собирайте все справки. Срок действия у этих справок нет. То есть вы можете там собрать сегодня эту справку. Через 5 лет, допустим, вы только переезжаете. Собирайте эти справки. Справка о зарплате помесячной. Справка о стаже. Даже какие-то приказы о приеме, о увольнении. Приказ о премиях, о декретном отпуске. То есть все-все-все вот эти документы вам со временем пригодятся обязательно. Я сейчас в данное время собираю документы полностью моей работы до 2002 года в Казахстане, в Алма-Ате. Почти все, вот еще только в одном месте осталось, я собрала. Потом я документы все отправлю юристу. Юрист предварительно мне скажет, да, стоит, не стоит обращаться в суд. Хотя мы уже с юристом встречались. По-любому буду обращаться, потому что даже если мне чуть-чуть будет не хватать ИПК, у меня есть еще и ПК, и стаж российский. Поэтому, думаю, если все соединят, то хватит. Вот, естественно, все делаем как положено по закону. Закон утверждают. С пенсионным, конечно, много разногласий сейчас, многое, что-то не так трудно найти юриста, который именно в пенсионных делах разбирается. Эта реклама меня достала уже, что мы юристы, все поможем, все оформим. Очень мало юристов, которые хорошо разбираются, особенно связанного, допустим, с Казахстаном. Там есть какие-то свои нюансы. Юрист берет хорошо, то есть это тоже надо деньги накопить. Поэтому спрашивают, что вы так долго собираетесь? Ну, деньги коплю я, чтобы обратиться в суд. Сейчас где-то надо 1060 юристу заплатить. Плюс еще будут там кое-какие расходы госпошлины, там проезд. Если юриста я в Казахстане не найду, я должна оплатить ему проезд там с Новосибирска, допустим. Вот, поэтому нюансов много, но все-таки, да, я не хочу ждать 65 лет и потом вот получать минимальную пенсию. Если по закону есть возможность сейчас получить, надо получать. Ну, а те, кто пишут в комментариях, что вы слишком хитрый, хитрожопый и так далее, что вы хотите, значит, получить российскую пенсию, не работая в России, ну, потому что есть вот такие условия, такие законы. То есть все рассматривается до 2002 года. Тех, у кого после 2002 года, они могут только через суд подтвердить стаж. Только стаж. Вот, а ИПК ему надо будет либо покупать. Кстати, в этом году покупка ИПК идет, коэффициент стоит 42 тысячи. Одна единица. То есть это тоже, как говорится, не у всех есть такая возможность купить. И там в год есть ограничение, сколько можно единиц коэффициента купить. То есть все сразу вы тоже не купите. Вот. Ну и не переживайте. Пенсионный фонд всегда выигрывает. В основном, если уж, как говорится, суд сделает так, чтобы выиграл пенсионер, то пенсия все равно будет минимальная. И от этого Россия не обеднеет. И вы, бедные пенсионеры России, не переживайте, что у вас что-то заберут и кому-то отдадут. Воруют здесь миллионами. Поэтому эти вопросы абсолютно не касаются бедного народа. Так что, мои хорошие будущие пенсионеры, удачи вам. Чтоб все у вас получилось. Чтоб вам назначили хорошую пенсию. Если какие-то вопросы спрашиваете, ну, можете посмотреть мои старые видео. Я в описании к этому видео размещу ссылки на старые видео, чтобы вы посмотрели и примерно были в курсе всего. Буду время от времени обязательно на эту тему говорить. Вы знаете, я вот посмотрела. У меня на канале в основном подписчики связаны вот в двух направлениях. То есть много россиян, которые хотят в Новороссийск приехать. Многие, которые там вообще просто на юг хотят переехать. В общем, разные люди, но большинство, это 80 с лишним процентов, это либо те, кто собираются получать пенсию в России, которые уже переехали или собираются переехать. То есть вот эта тема прям злободневная. И второе, это наши любимые питомцы. Вот прям на них прекрасно подписываются, с удовольствием смотрят, ставят лайки. Если просто там показываешь город, куда-то поездку, ой, это там чуть-чуть просмотров и лайки практически не ставят. А уж скупы для подписки, это вообще понять не могу, почему. Вот поэтому прошу вас, подписывайтесь на канал. Я разные темы рассказываю. Где-то даю какие-то советы, которые вам пригодятся. В общем-то, на сегодня я всё рассказала. Спасибо, что вы меня смотрите, меня слушаете. Спасибо за приятные слова. Вы меня очень поддерживаете своими комментариями. Всем до новых встреч. Пока.